Короче, вывод такой. Если вы будете приглашать курьеров к себе домой, прячьте карты, потому что я не могу найти свою карту. Я уже позвонил и заблокировал. Походу, у меня ее... Похоже, я ее потерял дома. Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И знаете, судя по оценкам и просмотрам, вам очень зашел ролик там, где я 12 часов работал в Яндекс.Заставке. Так вот, я посидел и подумал, и у меня к вам есть крутое предложение. Давайте, если это видео наберет 10 тысяч лайков, то в следующем ролике я 12 часов проработаю в Delivery Club. Расскажу вам, где больше платят, расскажу вам, какие условия труда в Delivery Club и, может быть, раскрою какой-нибудь секрет этой доставки. Так что, друзья, насыпаем 10 тысяч лайков и... Блин, я опять буду таскаться с этим чемоданом на спине. Так что, друзья, если хотите посмотреть, как я мучаюсь, 10 тысяч лайков и погнали. Ну а сегодня, друзья, я буду целый день заказывать еду из доставки и делиться с ней вместе с доставщиком. В общем, я буду заказывать две порции. Одну себе, другую ему. Если он соглашается взять ее, я приглашаю его к себе в квартиру и в конце даю ему огромные чаевые. Так что, друзья, мне немножко стрёмно, потому что незнакомых людей все-таки как-то странно приглашать к себе домой. Но я надеюсь, что все будет в порядке. Итак, друзья, первое место, откуда я буду делать заказ, это Яндекс.Доставка и ресторан Макдональдс. В Питере сейчас 30 градусов жары, так что, я думаю, нужно заказать холодный лимонадик, мороженое и какой-нибудь бургер. Давайте сейчас я быстренько это все выберу. Так, отлично, Макфлори. Его я не пробовал. Бац, закажу два Биг Мака и какой-нибудь лимонад. Ну вот, фанту. Две фанты. Сумма заказа получается 509 рублей. Сейчас я ее оплачу и будем ждать доставщика. В общем, сейчас остается только думать и гадать, согласится ли курьер, зайти ко мне в квартиру для того, чтобы поесть вместе со мной в Макдональдс. Привет. Я бы, тут две порции, в общем, я сегодня целый день ем еду вместе с доставщиками, вот, так что тут одна порция ваша, вот, можете пройти ко мне, можете ее скушать. Спасибо. Проходите. Спасибо. Проходите. Спасибо. Следующий раз. Тут одна порция ваша. Следующий раз. Тут одна порция ваша. Следующий раз. То есть вы не хотите брать? Да. Почему? Я уже, у меня есть попить. Но, потом, на потом, может быть. Берите, это одна порция ваша, смело. Буквотенда. Да, да, лимонад и мороженое, это ваше. Спасибо большое большое. Вот. Так что приятного аппетита и хорошего настроения. Спасибо большое. Ну, в общем, мне показалось, что он даже немножко испугался, потому что он такой, ну, по-моему, он плохо понимает по-русски. Вот. Ну, в любом случае, он взял, и я думаю, что ему будет приятно. Он сейчас пойдет и поест. Все-таки такая жара, прям, 30 градусов, просто невероятно. И Морега сейчас зайдет просто на ура. В общем, друзья, следующее место, откуда я сделаю заказ, это Delivery Club, и это будет KFC. В общем, здесь я особо не буду запариваться, здесь у них есть хороший комбо. Вот они вот здесь. Вот, я возьму просто Chef Burger Combo в количестве двух штук. И также буду ожидать доставку вместе с доставщиком. Здрасте. Здравствуйте. Доставка, да? Да. Ага, я понял. Слушайте, у меня сегодня социальные эксперименты я провожу. Я заказал две порции еды. Да. И с одной порцией я хочу с вами поделиться. Вот. Если у вас есть время, вы можете пройти ко мне, мы поедим, ну и дальше пойдете разносить еду. Ну, хорошо. Давайте, ну тогда заходите, тогда проносите все. Закрывайте дверь. Как вас зовут? Олег. Меня Александр. Как вообще работает в Delivery? Ну, вообще, на самом деле, бардак. Сколько платят? 100 рублей за час. И 50 за доставку. Он просто в Яндексе платит, по-моему, 75 за доставку. Вот. Или, что-то, по-моему, 50 в час тоже. Сколько получается вот в месяц по деньгам? 26. Угу. То есть тебе хватает и для того, чтобы, ну, на учебу, да, потратить какую-то сумму, чтобы поесть и жить, правильно? Ну, да. Угу. Понятно. А что больше всего вот тебе не нравится в Delivery? Вот прям тебе прям вообще думаешь, блин. Система и обратная связь. Они пользуются до сих пор ICQ. Сколько был у тебя последний штраф? Вот самый такой. Вообще неизвестно, то есть штраф или нет. То есть вот это вот, на самом деле, бесит. То есть вот эта система. Угу. То есть ты до последнего не знаешь, если у тебя штраф. И только в конце месяца ты можешь, там, смотришь на зарплату и там, бац, у тебя минус какой-то, да? Да, то есть, ну, сопоставляешь, сколько ты отработал там по часам, сколько заказов было и, допустим, какой-то суммы не хватает. Я, кстати, сказал ребятам, что если мы соберем 10 тысяч лайков на этом видео, я 12 часов, так же, как и в Яндексе, проработаю в Delivery. Так что если мы соберем, Олег, я с тобой, если ты согласен, проработаю так же 12 часов. Что скажешь? Да, вообще легко. Ребят, так что сыпем лайки смело просто. 12 часов я буду просто страдать и мучиться на этой просто лютой жаре. А ты где до этого работал? Я много где работал. Ну, вот последняя работа, которая тебе прямо понравилась. Ну, или вообще последняя работа? Вообще, на самом деле, я подумал, что вот доставка, вот курьеры в Delivery – это самая лучшая работа. Тебе хорошего рабочего дня? Да, давай, в общем, как-нибудь приходи, целый день я тебя повожу по местам. Ну, договорились, если наставить 10 тысяч лайков, я с большим удовольствием. Да, давайте, ставьте, ребят. Мы пройдемся по нескольким точкам, пытаемся посмотреть там интересных личностей. Кстати, я забыл совсем, вот тебе чаевые. Спасибо. Потому что сегодня, да, сегодня все, кто заходит ко мне, едят и получают большие чаевые. Так что давай, Олег, хорошего тебе дня. Пока-пока. Все, пока. Ну что, друзья, вот такой вот, собственно, доставщик Олег. Очень интересный человек, как мне показалось. И поэтому, если наставим 10 тысяч лайков, то я с ним проведу целый день. Вот. А сейчас, буквально там, через пару часиков, я закажу еще одну доставочку уже из Яндекс.Еды. и посмотрим, как там уже отреагирует курьер. Итак, друзья, следующая доставка – это теремок. И здесь я уже понакидал в корзину то, что я хочу скушать сейчас. И просто нажму кнопку «Далее» и кнопку «Оплатить». Салют. Здравствуйте. Салют. Что там, жарко? Очень. Я заказал две порции еды. У меня сегодня акция. Если хочешь, можешь похавать вместе со мной. О, я только что поел. Ну, смотри. То есть, отказываешься, да? Да. Типа не хочешь пройти, посидеть, покушать? Ну да, не только что реально поел, сейчас будет еще много заказов. А так бы я бы с радостью. Ну окей, ладно, тогда давай, пока-пока. Спасибо большое. Слушайте, ну курьеры из Яндекс.Еды почему-то отказываются заходить ко мне в гости. Говорят, что у них много, типа, много заказов впереди. Но не знаю, пока что счет. 2-1. 2 курьера из Яндекса не зашли ко мне. И 1 курьер из Деливери зашел ко мне в гости и поел. Давайте сейчас закажем еще одну порцию еды из Деливери Клаб. И посмотрим, кто в этот раз к нам придет. Этот заказик я хочу сделать простеньким. Возьму просто 2 Биг Кинга. Что-нибудь попить для курьера. Потому что у меня и так уже много очень этого лимонада скопилось. Я возьму Липтон, оплачиваю и также жду курьера. Приветствую. Ничего страшного, ничего страшного. Смотрите, я сегодня целый день ем еду вместе с доставщиками. Я заказал 2 порции еды. Так что вы можете поесть со мной, пройти ко мне и вместе со мной поесть. Нет, я заказываю. Вы не хотите? Нет. Не заказываю, что спеть надо. Спасибо. Ну ладно, ладно, все, все, доброе. Что-то это-то, я как-то засуетился и забыл совсем ему отдать его порцию еды. Ну что ж, поделать. К сожалению, тоже еще один курьер отказался от того, чтобы пойти вместе со мной и поесть. Они все в мыле на самом деле. Жара просто дикая. На них смотришь, они просто все мокрые. Это просто какая-то жесть. Я не знаю, как они работают сегодня. В общем, сейчас будет еще один доставщик и будем подводить итоги. Здрасте. Слушай, я снимаю челлендж сегодня. Все, кто ко мне заходит домой, едят еду вместе со мной. Ты не хочешь попробовать? Ну, можно, можно. Ну вот, заходи тебе, супер, отлично. Как тебя зовут? Влад. Меня Саша. Расскажи мне, пожалуйста, как работать в такую лютую жару? Ну, так себе. Ну, типа ты не думаешь менять работу? Да, я скоро поменяю. У меня просто сейчас нет возможности. У меня график сейчас устраивается. А сколько ты работаешь уже в Яндексе? О, с октября. С октября, наверное. С октября месяц. И как часто дают вообще чаевые еды? Можешь рассказать? Это редкая штука. Ну, когда у тебя были последние такие нормальные чаевые вообще? Нормальные. Ну, вообще вот, да, ты ставил большие твои. Самые большие? Да, мне больше двухсот, наверное, не давали. Блин, вот реально проблема у всех, у кого я спрашиваю, вообще не дают бабы. Нет, это потому что, ну, доставка еды, люди не считают ее, как такой труд серьезный. Вот, когда я помню, работал тоже в аптеке курьером, лекарства доставлял. Чавы каждый день были и всегда нормальные были, часто много даже давали. Ну, вот, это все зависит, ну, вот. Ну, я понимаю, окей, хорошо. Когда ты уйдешься от работы, куда пойдешь работать дальше? Какие мысли? Да я не знаю, наверное, что-то, ну, что-то более высокооплачиваемое. Но также все, я не хочу выполнять монотонную работу, это курьерство все-таки разнообразие какое-то. Ты постоянно на улице находишься с новыми людьми и разговариваешь там, ну, в общем так, что-то такое. Сколько у тебя бабок в месяц получается? Вот последняя твоя зарплата, сколько была по деньгам? Я учусь, поэтому я немного работаю, а так, ну, где-то в неделю выходит около 3-4 тысяч. Ну, то есть в месяц это порядка, там, может, пятнашки, там, да, десятки? Ну, да, 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 но я не очень стараюсь, а вот когда я, ну, нормально работал, вот в Новый год я нормально работал, там за неделю получалось за неделю 40 часов отработал я тогда и получил около 7-8. Чем тебе не нравится вот работа в Яндексе? Вот, наверное, три причины, можешь назвать? Низка плата труда, ну, и часто отношениям не очень, в плане, я имею в виду руководство. А в чем она проявляется? В очень больших штрафах, ну, они действительно большие, ты за смену зарабатываешь около тысячи, а за невыход у тебя, ну, допустим, смена 4 часа, там ты зарабатываешь вообще рублей 700, а если ты ее случайно пропустишь, ну, там, телефон сломался, то полторы тысячи штрафа будет. Жесть, то есть вообще в люто минусе еще. Да, да, люди, я сейчас в минусе, вот, но я решил вроде как эту проблему, у меня на следующей неделе должны быть. Ты проспал или что произошло? Нет, там просто ошибки были. Просто забил, не пришел, да, на робот? Нет. Тип-топ. Как вообще вы общаетесь, вот, например, когда видите работников в Деливере? Да никак, я с ними не общаюсь. То есть вы вообще не конфликтуете? Нет, нет, это... Вообще друг друга не замечаете, да? Нет, это полный миф, конечно. Какая работа твоей мечты, вот, назови прям, вот, работу там, где бы ты хотел прям вот работать? Фантазируй, если вот так. Пассивный доход, просто выйти на пассивный доход. Ну, хорошо, пассивный доход, он же должен в чем-то заключаться, в чем бы это пассивный доход был? Ну, не знаю, я не задумывался. Биткоины какие-нибудь? Ну, да, да, там, сыграть на валюте и посидеть. Ну, это так. У меня сегодня еще прикол в том, что все, кто ко мне заходит не боятся, получают хорошие чивы. Так что это тебе, держи. Спасибо большое. Держи. Вот, потому что, ну, реально прям, ну, странно, что люди не заходят, стесняются. Поэтому я решил вознаградить тех, кто прям зайдет сегодня и не побоится, собственно, побывать у меня дома, да. Все, пока-пока. Давай. Друзья, ну что, вы сами все видели. Вот такой вот получился выпуск. Из пяти человек ко мне в гости зашли только двое. Один из Деливери Клаба и вот Влад из Яндекс.Еды. Как говорят остальные, они не зашли, потому что они торопились или просто не голодные. Ну и зря потеряли свой косарик. Не забывайте, друзья, если мы собираем 10 тысяч лайков, то я провожу целый день на работе в Деливери Клаб. Всего вам самого хорошего. С вами был Саша Жучкин. Не забывайте подписываться. До скорых встреч. Пока.